Мы находимся в Алматы, где, как можете видеть, проходит митинг, организованный активистами. Митинг в поддержку политически репрессированных и за политические реформы. Сейчас мы постараемся взять интервью и задать интересующие нас вопросы. Салем Жулдас, ты на канале Красная Юрта. Поехали! Салем Жултас Здравствуйте. Какие лично вы политические реформы предложили в Казахстане для улучшения жизни населения? Я думаю, что политические реформы, организаторы митинга, они все достаточно продумывают, пишут и так далее. Дело в том, что обозначить реформы это еще не означает, что их так легко можно провести в жизни. Я, например, считаю, что для того, чтобы какие-то реформы осуществились, это два пути. Или то, что у киргизов творится, бойня кровавая, или все-таки реально путь, это предстоят выборы. И нам надо попытаться, народу надо попытаться что-то сделать, чтобы в этот новый парламент пришли новые люди, которые что-то сделают в плане реформы. Новое правительство освежить. Только тогда могут быть реформы. Другого пути нет. Это все, это в принципе жалко, но бесполезно. Рейтинговать мы ничего не добьемся. Нужно сейчас сплотиться и парламенту провести каким-то образом своими. Партий нету, за которые надо голосовать. Кандидатах нет. Вот в всем проблема. А если вот вы говорите, что партий нету, тогда смысл в парламентской республике какой? Москва показала то, что там умным голосованием можно все-таки провести в законодательные органы какие-то, хоть немножко своих людей. Вот эти вот партии, которые, ну, правовластные сидят, и в них все-таки своих кандидатов вести и через них провести. Или надо бороться сейчас, пока осталось время, за одномандатные округа, в которые каких-то активистов провести и провести на выборы. Безорда Шенкета. Были остановлены и вернулись их на полдороги. Здравствуйте. Хотели бы узнать, какие лично вы хотели бы предложить реформы политические в Казахстане, чтобы улучшить наше положение? Ну, я так думаю, что на митинге эти же ответы уже прозвучали. Но самое главное, конечно, реформы должны быть и привести к такому состоянию, чтобы наша республика, Казахстан, она была процветающей страной. Прежде всего, нужно, конечно, уделять внимание в реформах. Я бы поставил, это по вопросам детей. Дети – это наше будущее, и все условия нужно создавать в этом развитом Казахстане, если таковой будет. Прежде всего, и потом, прежде всего, нужно ставить вопросы о инвалидах детей. И вообще, пенсионеров, пенсионеров, инвалидов, и вопросы по матерям, одиночкам. Вот эти вот социальные вопросы, если будут решены для нашего будущего поколения, я так думаю, что наша республика будет процветающей. Заводов нет, фабрик нет. Абсолютно за 30 лет ничего не произошло нового такого. Мы только что новые у нас. Мы только что качаем, качаем, качаем. А куда качаем? Мы сами это не видим. Перед нами никто этот отчет не дает нам. Еще 30 лет, если вот эта власть будет стоять, я так думаю, что с Казахстана народ вообще обнищает. А должен быть такой президент, который бы смотрел за своим народом, и чтобы он был уважаемым. То есть, получается, вы за сильного президента, а не за парламентскую республику, я правильно понимаю? Нет, я вообще, во-первых, за парламентскую республику. В любом случае, если будет стоять в парламенте человек, который будет решать все вопросы и чаяния людей, все, что они требуют, что они хотят, я так думаю, такой парламент будет хороший. А если этого не будет в дальнейшем, я так думаю, что обратно мы придем в тупик. А вот согласно Конституции, все недра принадлежат народу. Как вы этот вопрос как рассматриваете? Это так на сегодняшний день или нет? Если бы на самом деле недра земли принадлежали народу, я так думаю, что мы в таком положении бы сейчас не были. Недра земли, они просто разбазариваются, и с народом никто не согласовывает. О будущем что-то говорить, что недра земли будут принадлежать. Они уже не принадлежат. А президент, он выбран за счет народа, голосованием. Значит, президент или правительство, или парламент должен прислушиваться народу. Тогда будет порядок. Здравствуйте. Какие лично вы предложили бы политические реформы для исправления сложившейся ситуации в Казахстане? Я думаю, что для начала необходимо реформировать судебную систему. Потому что без независимого по-настоящему суда любые изменения в стране просто невозможны. Следующим, наверное, надо было реформировать политическую систему, либерализировать выборное законодательство для того, чтобы более широкий пласт граждан могли участвовать в политической жизни страны. Следующим этапом, наверное, надо было провести ревизию в области государственного управления для того, чтобы руководители населенных пунктов, районных, центров, областей, городов выбирались путем прямого голосования населения. Я думаю, что для начала этих бы реформ было бы достаточно. И это сильно повлияло на инвестиционную привлекательность страны, повысило уровень жизни населения, повысило привлекательность с точки зрения туризма. Я думаю, дало бы большой толчок для развития как гражданского общества, так и экономики нашей страны. А как вы относитесь к инициативе, недавно высказанной, что в Казахстане нужно внедрять суды биев? Ну, суды биев, на самом деле, если это большее название, почему бы не быть судом биев? Потому что, ну, кто такой би? Би, да. Би – это человек, которому определенная группа людей, да, которые проживают на определенной территории, доверяют вести судебное разбирательство. В принципе, почему нет, на самом деле, пусть будут суды биев. Я думаю, что название не столь важное, а важное содержание. Судья должен быть независимым. Я думаю, что, возможно, суды должны избираться так же, как и Акимы, на определенный срок. И они своим решением должны, как бы, оправдывать доверие гражданам, они должны быть под отчетом, нести ответственность. А как вы относитесь к выборности Акимов? Очень положительно отношусь, потому что, как показывает практика, Аким несет полную ответственность и выполняет требования того человека или группы людей, которые его назначили. Какие бы политические реформы предложили лично вы? Какие бы лично я предложил? Ну, во-первых, бесплатная медицина, бесплатное образование. Ну, и самое главное, наверное, для чего я здесь – это демократия. Просто Казахстан – это авторитарная страна. Я думаю, никакие полезные реформы, они в авторитарной стране не появятся. То есть я за свободу слова. Сейчас у нас нет свободы слова, нет свободы прессы и так далее. Вот, как раз таки я за свободу просто. А как вы относитесь к реальной национализации полезных ископаемых страны? К реальной национализации? То есть вы имеете в виду, что полезные ископаемые, добыча полезных ископаемых переходит в государство? Да. У меня нет какого-то определенного мнения по этому поводу. Я думаю, что вся верхушка коррумпированная, и если это происходит, то это происходит. То есть они для личной прибыли это все делают. Все происходит. Если бы у нас была государство демократичная, я не знаю, то это было бы уже дело социализма против капитализма и так далее. То тут можно было уже подскорить. А сейчас, я думаю, смысла говорить нечего. Все, что делается, делается, скорее всего, к худшему и не для людей. А вот парламентская республика может исправить эту ситуацию? Я не знаю. Парламентская, ну то есть это может быть шагом, я думаю, к исправлению ситуации. Никакая политическая система, никакая там парламентская, президентская, там не важно социализм, капитализм, все это не так важно, как сам менталитет людей, как гражданское общество. Но если дать, как бы, сделать власть более горизонтальной, у каждого появится, как бы, чувство ответственности за то, что он, как бы, делает, как бы, вносит общий вклад. Вот что я хочу сказать. По теме митинга, какие лично вы предложили бы реформы? Я бы много реформ предложила бы. Много. Чтобы все поменялось, фотосистема поменялась. Чтобы все было справедливо. Самое главное, чтобы свободу слова было. Видите, мы собрались здесь, потому что нету справедливости, нету свободы слова. Вот это мы требуем. Вот, и чтобы у нас партия была, вот тоже требуют партию, чтобы вот эту, кучу партию, чтобы включили, обязательно, законы, это наши требования, вот это вот, да. Кто изменит парламентская республика в экономике Казахстана? Ой, все изменит экономика, все изменит. У нас, мы будем лучше жить, пенсионеры будут лучше жить. Сейчас у нас пенсионеры как, пенсионеры все, они занимаются торговлей, они продают, кто семечки, кто молоко, выживают. Молодежь уезжает. Нету молодежи, нету у нас хороших научных сотрудников. Все они уехали за границей. Никого не осталось, остались только мы здесь. Мы только выживаем здесь. Вот это нас изменит парламентский. Республика будет, все у нас будет хорошо. А как вы относитесь к тому, что одно из требований должно быть национализация полезных ископаемых Казахстана? Я за, я за национализацию, я за, обязательно. Казахстан, он очень богатая страна, это всем известно, мы все знаем, над землей и под землей, все у нас есть. Но это народу не доходит до народа. Конечно, это обязательно надо национализировать. То есть, если республика будет парламентской, это возможно будет исправить? Конечно, 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 можно исправить. Конечно, парламентская, парламентская, это значит, народ решает, голосует народ, свобода слова будет. Первое дело, это свобода слова, самое главное. Все, народ будет решать, обязательно. То есть, сейчас получается, что все решает только президент? Да, да, конечно, конечно, только решает президент, да. Вот мы с вами побывали на митинге. Хочется отметить три момента. Первый, это практически не было молодежи. Основной контингент, это люди среднего и старшего возраста. И вообще, сам митинг напоминал больше тусовку либералов конца 90-х годов. Второй момент, это так и не было выдвинуто никаких реальных политических реформ. Все осталось на уровне криков. И третий момент, который вы сможете увидеть в интервью, люди, даже не вдаваясь в тонкости права, интуитивно, все понимают одну вещь. Полезные ископаемые недра нашей земли должны принадлежать народу. А с вами был Роман, канал Красная Юрта и организация Трудящихся Казахстана. Салвбол, Жилдас. Салвбол, Жилдас. Салвбол, Жилдас. Продолжение следует...